Да, 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 чуваки, вы все абсолютно правильно поняли. Это как раз то видео, на котором нужно поставить лайк и оставить под ним комментарий. И тогда через месяц вы автоматом участвуете в розыгрыше вот этого вот айпада 2017 года. Так это и работает. Это тот самый ролик. Кто не понимает, о чем речь, под видео там в описании все написано. Всем привет, с вами как всегда Серый. И славный, дружи. Сегодня у нас в рубрике Хрени с Китая очень интересная штука. Мы подозреваем по размеру, что там? Нет, чувак, там написано. А, написано? Да. Хорошо, отлично. Открываем. Вот такая. Напоминаю, что рубрика называется Хик, потому что хрень из Китая. Мы покупаем всякие непонятные, неизвестные товары. И потом вы не тратите свои деньги, потому что это хрень. Но эта штука на самом деле достаточно известная. В узких кругах. В узких кругах, в узких кругах садистов. Итак, друзья мои, это, как вы можете понять, рюкзак. Только открывающийся рюкзак. Но что же это за рюкзак, друзья мои? Это рюкзак для кота. Я не знаю, что это. Что это за дерьмо, чувак? Спинка какая-то, она приклеивается. Вот здесь, видишь, какие-то вот здесь вот. Ага, ясно. Хорошо. Так, посмотрим. Давай сначала его застегнем. Застегнем рюкзак. Мы видим то же, что и вы. Первый раз в жизни. Поэтому молния нормальная. Не хлипкая. Вот так вот он выглядит. С боков есть вентиляция тут. А, вентиляция все-таки нормальная. Да, вентиляция есть. И есть вот такой колпак, который, скорее всего, вставляется сзади. Так что я зря его закрыл. Так, короче, мы разобрались. Вот эта вот штука откручивается. Вот сюда ставится кота... Кота... Котонатор. Это как кота-иллюминатор. Потом одевается назад. И сейчас я попытаюсь ее прикрутить. Прикольно. Выглядит очень, да. Другое дело, кота какого объема и размера поместит туда. Так, я закрыл. Туда, кстати, можно ставить еще вот такую решетку. Нам она не нужна. У нас кота адекватный. Хотя хрен его знает. Сейчас мы пытаемся туда засунуть. Не знаю, где должны быть вот эти дырочки. Сверху или снизу. Какая разница. Но это кота-рюкзак. Так, я подозреваю, что... Так, вот эта херь, она должна быть как-то вот... Короче, друзья, это примерно вот такой вот рюкзак. Вот такой вот рюкзак, в который можно посадить кота. А с вами был Сережа и славный дружок. Мы шутим, конечно. Давайте найдем кота. Серый, это щекота. Котик, ну ему там вообще нет. Маленький рюкзак. Блин, у нас просто здоровый кот. Персик, персик. Персик, сука, повернись, нам кадр нужен. Так, ну ладно, я сейчас его напялю. Тяжелый? Блин, котяра... Кромели. Так. Пойдем? Ну, собственно, друзья мои, примерно вот такой контент производит наш канал. Швак, дно было пробиться очередной раз. Он там смотрит? Ну, смотрел только что, да. Кот, повернись. Да, вот он здесь. Вон там? Нет. У нас такой кот, он как бы на все пофиг, но по-моему, он такой, типа, народ. Вы что, с ума пошли? Так, что я могу сказать? Рюкзак сшит относительно плотно. Рюкзак относительно удобный. В нем огромное количество вентиляции для кота. То есть, у него, смотрите, у него и снизу решеточка, сеточка, решеточка. Сверху, значит, отверстие. Это с двух сторон так. Еще и в самом иллюминаторе есть отверстие для того, чтобы кот дышал и внимал в жизни. Эй, котик. Есть ли у этой штуки минусы? Кот в данной штуке, он не может лечь. То есть, может, он и может лечь, но... Котенок может лечь. Котенок может лечь, или маленькая-маленькая кошечка миниатюрная. Что касается этого жлоба. Слушай, давай фунтик туда посадим. Фунтика. Да не, фунтик перебесится, ты что? Короче, народ, кот там может сидеть, такой, как бы, свернувшись клубочком. Но, не знаю, посмотрите, с этой стороны. Вот у него лапы, как бы, свернуты. Но нормально лечь, как в обычной кошканоске. Если вы там его хотите куда-нибудь переправить, не знаю, на аэробусе, в багаж сдать, или типа того, это невозможно. То есть, смотрите, в каком состоянии кот находится. Ну, вот так он там помещается. Ну, то есть, он сидит на такой полу... полуклубком. Ты в порядке? Че, как тебе? Эээ, скучно с вами. Вот. А там есть, конечно, вот эта вот прокладка, или как сказать, которая увеличивает у него, не знаю, расстояние от стенки до стенки. Но, в целом, это фановая штука для переноски. Например, если вы постоянно кота, или маленькую, лучше маленькую кошечку. Она сможет там лечь и свернуться клубочком, и вот постоянно свою кошку таскаете, не знаю, там она на выходных живет у бабушки, а там на буднях она живет у вас, например. И это все в двух станциях метро, да? Вы ее туда посадили, прохожие радуются, смеются, она выглядывает отсюда, все здорово. И это, естественно, удобнее, чем котоноска, потому что это я взял, напялил. Но, долгое время коту, кота вот в такой фигне носить нельзя. То есть, например, мы ехали в Таиланд, из Таиланда мы, по-моему, летели, и там у моей подруги кот был здоровый, тоже вот такой же рыжий, может даже еще больше. Но вот он как бы впритык в кошканоске может вот так как бы лежать, а вот здесь он бы охренел, серьезно. Ну, прикиньте, он как бы клубком, он повернуться никак не может, ему так себе. Этот кот пофигистичный, он как бы такой, типа, ну ладно, посадили, выпустили, и то, слава богу, ему вообще на все наплевать, по-моему. Но, как бы, длительное время, если там 5-6 часов, это задница коту. Поэтому вот такая вот штука, собственно, котоноска, вот такого примерно размера для небольших животных. Ну, туда можно маленькую собачку посадить, она вот здесь будет выглядывать. Крунь, знаешь, типа, как эти, не пикинесса, как эта хрень? Нет, не, чихуахуа, ну, может и чихуахуа, а можно эти, как йорк-терьеры. Да, йорки каких-нибудь туда натолкать, их вилами, короче, утрамбовать. Вот, очень много вентиляции, неплохо сделан, неплохо собран. К тому же здесь есть вот такие вот для спины мягкие штуки, для, не знаю, введения пота или что-то его знает. Можно хайков немножко, конечно. Ну да, не вижу никаких косяков, и дышать будет чем. А, собственно, если выпуск понравился, ставьте пальцы вверх и скидывайте в комменты, какой еще хик нам заказать. Вот, штука классная, но еще раз, в длительные поездки все-таки нужно брать нормальную кошконоску. Это не та, которая с винтами вкручивающаяся в попу и в, значит, вот так. Это не о тех котоносках, я о нормальных переносках для животных. Вот, ну а если вы там 20 минут или 40 минут нужно кота куда-то быренько оттащить, да это зашибись на самом деле. А с вами был Сережа. И славный дружок. Кушайте много, кушайте вкусно. Пока что у нас такой слоган, я не знаю. Ссылочка, конечно, будет в описании. Да, ссылочка в описании, ссылочки реферальные. Если вы купите эту хрень, мы заработаем доллар, два, три, я не знаю, сколько она стоит, кстати. Не помню, вообще не помню. И нам нужно выставить оценки. Короче... Я ставлю ей 8 облезлых котов из 10. Потому что, ну она классная, но если бы она была побольше, кот мог бы там лечь, можно было бы далеко как-то их возить. А так просто такая как бы штука. А ты что скажешь? Я ставлю ей 7 Саймонов из 10. Она прикольная, она маленькая, опять же. И плюс, я не знаю, сколько она проживет. Типа она один раз, если упадет, то она расколется. Я думаю, что она не расколется, но я думаю, что вот эта вот облезет быстро. Ну да. Вот. Что касается вот как бы... Молнии. Нет, он неплохой, неплохой. Неплохой рюкзачок. Еще раз. Кроме котов, к сожалению, поместиться ничего не сможет. Ну да. Кроме телефона. Ставьте пальцы вверх. Огромное спасибо за вашу поддержку. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Пока. Ах да, постскриптум. Мы все штуки, которые нам особо не нужны. У нас кот жирный и здоровый. И нам эта штука особо ни к чему. Вот. Мы все разыгрываем. До этого достаточно пойти, вступить в группу, которая называется Муха не сидела. И репостнуть там пост с этим видосиком, который там уже лежит. Среди всех репостнувших мы разыгрываем вот эту вот штуковину и отсылаем ее. Ровно через месяц. Ровно через месяц. И отсылаем ее за свой счет. И отсылаем за свой счет. Если у вас кто-то клянчит деньги, шлите всех в задницу. Мы выбираем победителя. Это будет на видео. И отсылаем то, что нам нафиг не надо. А эта штука для нашего кота, она слишком мала. Ну а так ничего. Мы даже не видео запишем. Мы трансляцию проведем прямо в группе ВК. А, ну да. Так что она в идеальном состоянии. В ней был всего один кот. Причем известный кот. Так что это типа... Мы даже подпишем. Не пипячник, конечно, но известный. Ладно. Всем пока.